Сегодня у Гомеля уручили посвящение лауреата у премии и стипенды об лвыконкам за высокие спортивные досягнения. У Хромадско-культурный центр запросили переможцев и призеров международных споборництвов, а так само их тренеров. С удельниками мероприемства сустрелся Олег Синцеров. Все лето церемония узнагородживания лепших спортсменов различена на поторигодины. В принципе, она могла проходить и больше протягивый час, а здесь значная часть спортсменов сейчас находится на сборах, и прямая удела у споборництвов, с больших 160 лауреатов сейчас в зале находится, когда 80 человек. Собрать разом у всех лепших спортсменов Гомельской области наполовно немогчимо, когда 40-х, например, все неактивно рихтуются до уделов у других европейских гульников. Регион в угле может гонориться своими спортивными досягнениями на международных плясовках. По выниках выступлений только в минулом году 131 медаль, за яких 34 – золотые. Оценка нам уже дана сама по себе. Область всегда в лидирующих позициях занимается. Большое количество спортсменов именитых отсюда вышли. И в том числе не исключением стали и прошедшие Олимпийские игры летние. Сгодно с решением Абр-Лакан-Кама в этом году стипенды отремали 115 спортсменов. Ясще 48 премий размерковали между спортсменами и тренерами. После завершения церемонии их выхоланцы признаются. За такое высокое признание заслуг тренеров радовались я навод больше, чем за свои поспехи. С тренерами больше времени проводим, чем с родителями. Так что у нас хорошее понимание, отношения. Конечно, бывает иногда. Ссоримся. Спортивная акробатка, веслование на байдарках и каноя, легкая атлетика, джаночий бокс, плавание, сучастное пятиборье. Сегодня спортсмены Комельской области поспехово выступают в ушматреких видах спорта, в темнику на международных аренах. По судности присудженные им премии и стипендии – это инвестиции в спорт. Молодые и амбициозные сегодняшние лауреаты реагируются до черговых керамок. У нас уже начался сезон. Прошел первый этап Кубка мира. Я вот только приехала с него. Сложился для первого старта очень даже хорошо. 11 место для старта сезона очень даже неплохо. Мы готовимся ко второму этапу Кубка мира. Он будет в начале апреля. И надеюсь, там уже показать более высокий результат и бороться за топ-6. Олег Синчаров, Водерико Панько, Телерадо, компания Комель.